И вот мы снова в форте Эль-Джахили. И сразу как входите от входа налево, выставка, музей великого путешественника Уилфреда Тессиджера. Или как его еще называли Мубарак Бин Лондон. Пойдем. Всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня обещанная вторая часть. Мы снова в Эль-Джахили-Форте. И сегодня мы рассказываем о великом британском путешественнике, исследователе, писателе Уилфреде Тессиджере. Еще иногда его называют Тессингер. Уилфред Тессиджер, также у него есть имя Мубарак Бин Лондон. Благословенный сын Лондона, это имя на арабском, и дано ему шейхом Зайдом. Этот человек просто любил пустыню, любил путешествия, побывал во многих-многих странах. И именно в этом форте есть его музей. С его личными вещами, с его фотоаппаратом. Сейчас пойдем, узнаем, посмотрим, все расскажем, посмотрим фотографии. Вы не пожалеете. Ставьте лайк, подписывайтесь. Поехали путешествовать. Выставка называется Мубарак Бин Лондон. Уилфред Тессиджер и свобода в пустыне. И вот уже начинаются красивейшие фотографии, которые сделал путешественник. Эта выставка состоит из фотографий и личных вещей Уилфреда Тессиджера. Знаете, кто это? Это шейх Зайд. Большой друг, товарищ, с кем путешествовал Уилфред Тессиджер. Фотография 48-49 года. Шейх Зайд с ястребом. Любил он охотиться. Вот такой вот большой музей. А в конце, вот напротив, фотография самого Уилфреда Тессиджера. А вот его вещи личные. Два ножа, пояс и, конечно же, фотоаппарат, леечка, который он снимал все фотографии. Также здесь есть зал с кинотеатром, который рассказывает о Тессиджере и его товарищах по путешествиям. Тут все его фотографии, видео, личная жизнь. Вот он, вот он, Мубарак Бин Лондон, великий путешественник Уилфред Тессиджер. Вот форты Эмиратов, пустыня, верблюды. Вот как они путешествовали большинство своей жизни. А вот тоже Тессиджер, но уже, конечно, не такой молодой. К сожалению, он умер в 2003 году. Сейчас пойдем посмотрим все фотографии, которые он сделал. Фотографировал он классно, действительно. Обожаю его фотографии. Фотография Тессиджера в музее. Шикарная, я бы сказала. Передается и пустыня, прям запах ее. Такое дерево без листиков, просто без ничего. Такая жара пустыни. И вот сама надпись здесь. Очень важная надпись. Мубарак Бин Лондон, Уилфред Тессиджер. Надпись говорит о том, что это, конечно же, известный исследователь, писатель, путешественник, фотограф, который провел свою жизнь путешествуя на ногах и также на спине верблюда. И провел время в Эфиопии, Судане, Ираке и Иране, Афганистане. Но также упоминается, что он очень был счастлив, когда гулял по пустыне. Ну как гулял, прошел 16 тысяч километров, ничего так прогулочка. И его называли Мубарак, это переводится благословенный. Вот Мубарак Рамадан, благословенный Рамадан. Вот благословенный из Лондона. То есть Мубарак Бин Лондон, благословенный сын Лондона. Вот такой вот был человек Уилфред Тессиджер. Идем смотреть дальше. Начинаем наш путь по выставке. И вот одна из любимых моих фотографий. Не знаю, как вообще можно было такое сфотографировать. Это такая огромная фотография, которая передает пустыню нам просто вот сюда, в это прохладное здание музея. Возле каждой фотографии, конечно, есть описание. Можно подходить, смотреть. Я вас утомлять сильно не буду, но если будете в музее, а я рекомендую его посетить. Это, кстати, Empty Quarter. Четверть. Это самая пустая четверть, по которой Тессиджер ходил 5 лет. Вот она пустынка. Первый зал, кстати, называется Before Arabia. До Арабии, до всех путешествий рассказывается немножко биографии. Тессиджер родился в 1910 году в Адисабебе, в семье посла. Точнее, написано, что отец его был британский министр. Я читала, что его отец был посол в Адисабебе, в Эфиопию. Ну, не знаю, как бы. В интернете видно не всегда информация релевантная, и надо ее адекватно оценивать. Вот он, Тессиджер. И все фотографии. Это его фотографии. Немножко отцвет идет. Вот в ущельях пустыни вообще класс. Просто шикарно сделано. Описано это в Чаде. Республика Чад. Это, наверное, рынок какой-то, как классно передается все. Поведу ближе, посмотрю, что это. Марокко, 1937 год. Идем дальше. Здесь как раз про эту пустую четверть. Здесь экранчик. Это вот таким темно-серым выделенная красота пустыня. Тут вроде как можно было нажимать кнопочки, но уже нажимать нельзя. Где Ильян? Покажи еще раз. О, вот Ильян. Тут пустыня, где ходил Уилфред Тессиджер с шейхом Зайдом. А вот фотографии друга Уилфред Тессиджера. Он с ним путешествовал тоже постоянно. Его зовут Салимбин Кабина. Это он в 1946 году. А это уже в 1947 году. Классные фотографии. Передают такую живость вообще. Ну здорово, здорово. Человек фотографировал. Идемте. Ну это уже жизнь в пустыне. Уже это жизнь в пустыне. Уже пустыня. Вот ребята еду готовят. Фотографии, повторюсь, очень красивые. Какие-то такие моменты выхваченные, реально жизненные. Видно, что... А здесь лива воду для верблюдов. А здесь лива, это возле Ильяйна. Сон, они грязь, видишь, выкапываются. Потом вода. И фотографиями просто можно любоваться бесконечно. Такая фотка классная. Распитие арабского кофейка или чайка. Да, скорее всего, это кофе. Очень популярен арабский кофе. Будете в Эмиратах. Очень вам рекомендую попробовать. Вот доска, наконец-то, да, в английские названия. Вот Абу-Даби, Эльяйн, да? Эмтик-Вотер находится в Абу-Даби. Вот лива оазис, где по фотографиям Суя добывали воду. Да, фара. Ну, то есть, это вот все еще Эмират Абу-Даби идет. И вот уже дальше пошли уже другие страны. Эмтик-Вотер. Да, приличная такая пустынька. А вот еще одна фотография, которая меня впечатляет все время. Навелось, да? Хорошо. Знаете, что это такое? Абу-Даби, 50-й год. Внимание, 1950-й год. Это Абу-Даби. А все смотрели мои видео про Абу-Даби 70 лет спустя? Как же отстроили страну здорово. Один из залов посвящен, конечно же, шейху Зайду. Тому самому шейху Зайду, который поделился и который объединил всю страну. Очень много фотографий именно с шейхом Зайдом. И по словам Тессиджера, шейх Зайд очень его впечатлил, как человек волевой. Вот шейх Зайд. Это шейх Мубарак. Вот в таких вот условиях путешествовал великий шейх, который был богатым человеком. Как вам такое? Это Абу-Даби, 48-й год. Внимание, Абу-Даби, 48-й год. Знаете, что это такое? По-моему, это наше первое здание, в котором мы были. Кассер-Эль-Хосен. Что-то я даже в этом уверена. Один из комментариев Тессиджера. У Зайда было сильное, интеллигентное лицо. Ну, я с ним согласна, в принципе. Только интеллигентный, сильный, умный человек мог действительно справедливо поделиться со своим народом. Еще шейх Зайд просто обожал ястребов, соколов. Это просто здесь такая охота очень ценится. И люди до сих пор ей занимаются. Даже у моих студентов есть соколиные, ястребиные фермы. Сокол, пустыня, верблюды. Вот такая жизнь была у шейхов. Вот еще впереди очень красивая фотография. Классно снято, действительно. Снова переход на верблюдах через пустыню. Пустыня, пустыня, пустыня. Кстати, сам уж не шейх Зайд, а говорилось, а Уилфред Тессиджер говорил, что именно в пустыне он встретил благородных и честных людей. Именно, говорит, пустыня закаляет ваш характер. Именно в пустыне вы можете разобраться, кто друг, а на кого полагаться не стоит. Ну, наверное, он прав. Такому великому путешественнику стоит поверить на слово. А вот эта выставка называется «Возвращение». Уже возвращение Тессиджера. В 1977 году он вернулся в Оман, чтобы снова ходить по пустыне со своим другом Салимом Бинкабиной. Я показывала вам молодого мальчика, да? 46-й, 47-й год. А здесь в 1977 уже Салим Бинкабина, уже такой здоровый дядя. Вот, вернулся Мубарак Бин Лондон ходить по пустыне. Видно, пустыня никого не отпускает просто так. Последний зал называется «Автоарабия». После Арабии с 1950 года Тессиджер путешествовал. Побывал в таких странах, как Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан, Индия, Йемен, Кения. И здесь все фотографии вот из этих стран. Это Ирак, снова Ирак, Иран. Мужчина такой колоритный очень, да? Пакистан, снежные вершины. Ой, сейчас будет Индия. Красиво. Эти вот узоры на домах можно просто сразу опознать. Индия, штаты Раджастан. Я была там Марокко, местный парень из Марокко, Эфиопия, Иран, снова Иран, Афганистан. А это Йемен и фотографии местных детей. Локал бой и локал бой из Йемена. А вот это Кения. И обратите внимание на этого мальчика. Здесь написано, что он был усыновлен Тесиджером. Тесиджер с Adoptive Son. Ну, интересно, я не читала об этом в интернете, не смогла найти информации. Ну вот, Тесиджер усыновил ребенка из Кении. Вообще молодец. Ну и вот заседание в Манджлисе, да? Видно такой Манджлис, заседание. Сколько Манджлисов мы с вами видели, а заседание ни разу. Это Ирак, 1958 год. Боже, как классно это все передают фотографии. Ну что, как вам сегодняшний музей, рассказы, истории о путешественнике Вильфреде Тесиджере? Теперь вы будете знать его имя точно. Знаете, какой я сделала вывод? Даже если нет шансов, путешествуйте. Но сейчас не летают самолеты, не ходят поезда, точнее, есть минимальное количество стран, куда можно попасть. А Тесиджер вообще ходил по пустыне. Вот такой вот человеческий был, да? Желаю всем путешествий. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Пока. Пока.